Аплодисменты Академия естественных наук, академик Нью-Йоркской академии технологических и общественных наук, создатель уникальной линии препаратов на основе солей мертвого моря, доктор Нона и Андрей Зайцев. Сегодняшняя тема – миома. Вот так выглядит миома. Хирург только что извлек ее из матки. Зрелище неприятное, привычное разве что для медиков. Тем не менее, диагноз миома матки встречается достаточно часто. У каждой десятой женщины до 30 лет, у каждой третьей – после 50. Миома матки – доброкачественное образование в мышечной стенке матки, симптомы кровотечения, боли в спине и ногах, чувство тяжести в тазу, запоры, ожирение и ненормальное увеличение размеров живота. Есть данные, что миома в организме женщины может не только расти, но и наоборот уменьшаться, иногда исчезать полностью. Узлы рассасываются под воздействием гормональных препаратов или беременности. Наличие миомы определяет гинеколог при внутреннем осмотре, подтверждение диагноза с помощью УЗИ или компьютерной томографии. Лечение зависит от размеров и локализации миомы. Она может быть как с наперсток, так и с голову новорожденного ребенка. Матка находится снаружи или внутри матки. Операция – крайний метод. Показан в сложных случаях. Их 5-7% от общего числа. В остальных рекомендованы ежегодные посещения гинеколога и ведение здорового образа жизни. Ну что же, дорогие друзья, надо признаться, что зрелище не из приятных, но тем не менее в нашей программе мы говорим о здоровье и о способах выздоровления. Поэтому я хотел бы задать первый вопрос вам, доктор, но на всё ли так страшно на первый взгляд, как мы увидели сюжеты? Нет. Если учесть, что в переводе с греческого миома – это мышь, то нам надо сделать всё, чтобы эта мышь не завелась в нашем женском организме. Миома бывает обращена внутрь органов таза, и тогда она называется подбрюшиная, или вовнутрь самой матки. И называется она субсирозная. И бывает ещё и множественная миома, когда много-много узлов у женщин. Обычной жизни она не мешает до определённых размеров. Начиная с 12 недель, размер миомы измеряется как срок беременности матки, то есть она увеличивается. Иногда женщина думает, что беременная, а у неё там миома. Такое тоже случается, потому что могут нарушаться и цикличности менструальные, и другие различные признаки миомы. Но в основном миома именно наблюдается и обнаруживается при сильном кровотечении. Лишь тогда женщина начинает бить тревогу и идёт к врачу-гинекологу. Он делает УЗИ и определяет, какая у женщины миома. Я не побоюсь быть некомпетентным в данном вопросе. Есть такое словосочетание, которое меня немножко смущает – доброкачественная опухоль. Я так полагаю, что доброкачественная опухоль, а она может излечиваться. Или же это не так? Но если доброкачественная опухоль больших размеров, и она давит на внутренние органы, мешает развитию беременности, или наоборот, женщина уже находится в климактерическом возрасте, когда функцию свою репродуктивную она уже закончила, то тут рекомендуется удалить миому вместе с маткой. Миома – это вообще-то доброкачественная опухоль, разрастание мышечной ткани и соединительной ткани. А всегда ли она даёт о себе знать? И всегда женщина приходит к тому моменту, когда она её уже как-то реально беспокоит? В принципе, миома даёт о себе знать всегда. Да. Вначале, когда женщина молодая, и, допустим, у неё появилась миома, у неё обильные кровотечения во время цикла. Они происходят циклически. У женщины в климактерическом периоде может спонтанно начаться кровотечение. То есть так или иначе женщина знает. Иногда женщина наблюдается по поводу анемии, и лишь при этом диагнозе её посылают к врачу-гинекологу, и он ставит диагноз миомы. Хорошо. Я предлагаю, дорогие друзья, продолжить эту тему на конкретном примере. Я рад приветствовать в нашей студии гостью. Её зовут Марина. Марина, здравствуйте. Большое спасибо, что пришли и не постеснялись поговорить на эту тему вслух, прилюдно, так сказать, в нашей студии. Скажите, пожалуйста, с чего всё началось тогда, когда вы первый раз узнали, что у вас миома? Ну, началось это всё, когда я забеременела. У меня обнаружили эрозию в шейке матки. Мне её прижигали. Хотели даже удалить, но врач побоялась, потому что у меня возраст был 24 года. То есть я вроде как хотела иметь второго ребёнка, и поэтому мне её просто прижигали. И после этого у меня заболел живот, я обратилась к гинекологу, и мне сказали, что вот на прижигании образовался узел. Вот так всё началось. И потом как развивались события? Ну, развивалось это... Периодически я ходила, обследовалась. В один прекрасный момент мне посоветовали препараты, которые... От которых я стала поправляться. То есть за первые... Гормональные препараты. Я поправилась за первую неделю на 3 килограмма. Я очень испугалась этого, прекратила принимать. Обратилась к другому врачу, сделала обследование. И меня успокоили, что мне вовсе не нужно принимать эти препараты. В принципе, эрозия шейки матки не является причиной миомы. Миомы возникают спонтанно. И сама основная причина возникновения миомы – это большое количество эстрогенов. Причём не в крови. Иногда эстрогены и прогестероны – это два женских таких гормона, которые отвечают за цикличность менструации. Они могут быть в крови в норме или, наоборот, очень повышены. Но внутри тела матки они влияют на рост миомы. Они способствуют размножению мышечной ткани. Вот поэтому мышца миома. И начинает разрастаться. У вас произошло, скорее всего, совпадение этих двух процессов. Вот Марина упоминала про гормональные препараты. Их можно как-то заменить чем-то? Ну, в принципе, это эстрогены, которые добавляют в виде консервативного лечения у женщин, страдающих миомами. Есть эстроген в продуктах питания. Во-первых, во всех соевых продуктах содержится эстроген. И рекомендуется не есть белковую пищу, там мяса поменьше есть, больше обочную диету придерживаться. У нас есть такие капсулы, которые называются фимсин. Они содержат фитоэстрогены, которые мы даем как гормонозаместительную терапию во время климактерического периода. Но также хорошо при растущей миоме, останавливает рост. Также необходима витамина группы В. Для этого мы даем, если у женщины обнаружена миома, фазу 3. По 2 капсулы 2 раза в день. И при сильном кровотечении, конечно, не хватает железа в организме, не хватает витамина группы В. Поэтому мы рекомендуем принимать по одной плитке доксина. Вот такой у нас комплекс составлен при лечении миом. Так как вы сказали, что у вас была эрозия шейки матки, есть еще такой способ помочь матке остановить рост миоматозного узла. Для этого нам понадобится тампончик. Вот у меня тут красивый тампончик с ягодками. На него наносим грязевую маску для лица, предварительно смочив водички. Пол тампона смачивается, на пол тампон наносится грязевая маска для лица и вставляется на 20 минут вагинально. Я всегда объясняю теперь вагинально, потому что одной женщине не объяснила, она сказала, что это в рот ставить. Я, например, понимаю, о чем вы говорите сейчас. Очень хорошо наносить на область матки, на поясницу тоже грязевую маску и оставлять ее на полчаса. И главное снимать стресс. Когда наш организм вырабатывает повышенное количество эстрогенов, когда мы находимся в стрессе. Сегодняшняя жизнь эмоциональная, особенно у женщин, большая нагрузка. Мы работаем как мужчины, на нас и ответственность за детей, за семью. Это одна из причин роста миомы. Поэтому каждый вечер эмоциональный рост помойное мы выливаем в квартет солей. Две столовые ложки на ванну, ложимся и расслабляемся. Я хочу сказать, очень важно уделять внимание эмоциональному состоянию. Иногда я женщинам с миоматозными узлами назначаю просто одну капсулу Ньюсина или Емсина в день, и все, и мы решаем эту проблему. Идет ретроградный процесс, миома уменьшается. Великолепно действуют на миому капсулы рафсин. По три капсулы каждое утро. Это профилактика роста миомы. Но вот видите, друзья, мы выполняем сейчас самую главную задачу, убеждаемся в том, что не все так страшно. Тем не менее, мы поговорили о лечении. Я хотел бы, чтобы вы сейчас упомянули о профилактических методах, вот для того, чтобы миома не появилась. Ну, существуют различные народные методы. Ведь когда, как проявляется миома? Кровотечениями. Для этого мы пьем листья, завариваем листья крапивы, столовую ложку на стакан кипятка, отстаиваем полчаса, процеживаем и пьем по полстакана два раза в день. Прекрасно останавливает кровотечение. Крапива двухдомная. Медуница улучшает функцию кровоснабжения матки, с одной стороны. С другой стороны, способствует выработке эстрогенов. И хвощ полевой также хорошо действует, как кровоостанавливающие средства. Вообще, народная медицина использовала это как против кровотечений в основном средства, а не для обратного развития процесса. Но если женщина будет вести здоровый образ жизни, заниматься с собой, расслабляться, все принимать до пуговицы, а не вовнутрь свои эмоциональные проблемы научиться сбрасывать, у нее не будет миомы. Я бы хотел сейчас остановиться на том, чтобы вы перечислили по пунктам, чем же все-таки опасна миома. Миома опасна тем, что иногда происходит некроз участков этого узла, и это процесс необратимый. Может наступить сепсис и общее заражение крови. Поэтому стараются, когда большой размер миомы, ее удалить. Это первое. Второе – это кровотечение. Иногда женщина приходит с таким низким гемоглобином к гинекологу, и то гинекологу уже прослал врач-гематолог, который не мог справиться. А в итоге оказалось, что у нее ежемесячно обильные кровотечения. За этим надо очень следить. Но это действительно опасно. Можно просто от кровотечения получить головокружение при низком гемоглобине и упасть на улицы. А есть ли риск того, что доброкачественная опухоль, и в каких случаях доброкачественная опухоль перерастает в злокачественную? Очень радостное известие. Миома практически никогда не перерождается в рак матки. Это самостоятельный вид опухоли. Считается, что миома может переродиться 0-0,5% в очень низкий процент. У меня вопрос к нашей гости. Скажите, пожалуйста, а до того, как вам поставили врачи диагноз, как часто вы посещали гинеколога? Ну, я была не замужем, поэтому, в принципе, как бы... То есть практически нет, да? Подростковый только в школе проверял. Доктор Иванович, как часто женщине нужно обращаться к гинекологу? И с какого возраста начинать нужно, чтобы это входило в систему? Ну, в принципе, считается, что к гинекологу надо обращаться сначала к половой жизни. Сегодня молодежь вступает в половую жизнь очень рано, 15-16 лет. С этого возраста надо регулярно посещать гинеколога. Если есть боли в животе и какие-то неприятные явления у девочки, то можно и раньше пойти к гинекологу, не обязательно обследуя девочку вагинально. То есть есть сегодня все методы, чтобы это было безболезненно и нетравматично для молодой девочки. А в принципе, здоровая женщина должна ходить два раза в год обязательно к гинекологу, чтобы не пропустить какой-либо патологический процесс. Ну вот признаюсь вам честно, дорогие друзья, что практически в каждой нашей программе мы говорим о том, что все болезни от нервов. И действительно, в большинстве случаев это так, но тем не менее, доктор Иванович, я так полагаю, что наша история не есть исключение. Да, стресс действует на миомы. Вот у меня была пациентка, ну, которая контрацептивными средствами, который содержит прогестерон, прекратили кровотечение, все было хорошо. Она наблюдалась у врача-гинеколога. И у нее умерла мама, она была в сильном стрессе, и началось на этом фоне сильнейшее кровотечение, пришлось делать экстрапацию матки. Правда, сегодня даже удаление матки делают эндоскопически, то есть малотравматичная операция. Но все равно сегодня гинекологи считают, что лучше сохранить матку, даже в климактерическом периоде, потому что если мы удаляем матку, могут быть неприятные последствия, как выпадение влагалища и так далее. Женщина себя чувствует ущербной, хотя это неправильно так думать. Ну, вот такое вот мнение. Доктор Нонна, но поскольку миома связана с женскими детородными органами, я хотел бы поинтересоваться, как это может повлиять на планируемую беременность. Ну, в принципе, если миома маленькая, то это не мешает планируемой беременности. Кстати, в народе есть такое распространенное мнение, что чем больше мы рожаем, тем быстрее уменьшается и рассасывается миома. К сожалению, появившаяся миома во время беременности не рассасывается, а наоборот, в первом и втором триместре она увеличивается вместе с маткой. Но в третьем триместре она может даже мешать развитию плода. И были наблюдения, что рождались дети с низким весом, если у женщины миомы больших размеров, и с кривошей и другими патологиями, потому что миома просто не давала места ребеночку. Сегодня вылущивает даже во время беременности, если миома угрожает развитию плода, убирает ее специальными методами. Это не влияет на беременность. Женщина продолжает вынашивать ребенка. Но к этому надо относиться серьезно. Вот именно на эту тему наш следующий сюжет. Давайте его посмотрим, после чего вернемся в студию. Греческий корень мио обозначает мышь, а по совместительству мышцу. Миома или фиброма – доброкачественная опухоль из мышечной ткани. Причины ее появления в организме женщины до сих пор неизвестны. Выделяются несколько гипотез, связанные с мутацией генов, с поломкой. И все это на стадии развития, так сказать, обследования еще находится. Крупная по размеру миома может создать трудности при зачатии. Она сдавливает маточные трубы, затрудняет передвижение сперматозоидов, нарушает эволюцию. При этом сама не считается причиной бесплодия. Миома с наперсток на зачатие не влияет вовсе. О неприятном диагнозе большинство женщин узнает уже во время беременности. Но эти узелы небольшие, они абсолютно безвредные. И если бы не было современных ультразвуковых аппаратов с высокой частотой разрежения, то эти узлы были бы вообще руками не видны. Осложнения во время беременности возникают в случае контакта миомы с плацентой. Нарушается кровоток. Рекомендация врачей – наблюдение у специалистов. Хирургическое вмешательство – крайняя мера. Показания – лихорадка, лейкоцитоз, острая боль, маточное кровотечение. Вовремя оказанная помощь беременность сохранит. Вопрос однозначный. Конечно, рожать женщина. Миома – это так считается расплата женщины за отсутствие беременности. В большинстве случаев миома становится причиной затяжных родов. Ее наличие может влиять на положение плода. Тазовое или лицевое предлежание. Рекомендация медиков. Кесарево сечение. После родов – наблюдение у специалистов. Вероятное осложнение кровотечения, связанные с пониженным тонусом матки и инфекционные заболевания. Ну вот и получается, друзья, что при всей серьезности ситуации не все так страшно. Я хотел бы, чтобы вы прокомментировали, доктор Но, на этот сюжет, который мы только что посмотрели. Да, к сожалению, если миома обнаружена в молодом возрасте, иногда женщина расплачивается бесплодием. Марина, вы беременели? Ну, первый ребенок у меня, да, есть, а больше я не беременею. Ну, сегодняшняя медицина, конечно, позволяет иметь детей и во время миоматозных узлов. Просто надо наблюдаться у гинеколога. То есть у Марины есть все шансы забеременеть еще раз? Если она захочет, я думаю, что сегодня есть. Марина, вам надо захотеть обязательно. Я хотел бы обратиться к вам. Есть ли у вас какие-то вопросы к нашему главному эксперту, доктору Ноле? Да, конечно. Я знаю, что у моей мамы тоже была миома. Единственное, что она очень рано умерла, и мы эту тему не успели с ней обсудить. Поскольку миома у меня, я сейчас переживаю за своего единственного ребенка, который сейчас 23 года, который собирается сейчас замуж. Как мне уберечь ее от этого? Моя рекомендация – не давать ей длительно предохраняться, а сразу забеременеть и родить ребенка. Родить не одного, а двух-трех. Среднестатистическое исследование говорит, что у женщин, родивших более трех детей, шанс иметь миому гораздо ниже. Спасибо большое, доктор Ноле. Я думаю, что есть вопросы и у зрителей в нашей студии. Пожалуйста, задавайте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, после операции, после удаления, врачи советовали гормоны. Это можно избежать? Ну, в принципе, если они советуют гормонозаместительную терапию, скорее всего, это гормонозаместительная терапия, обязательно надо следовать рекомендациям. Но сегодня есть два вида гормонозаместительной терапии. Химическая и, например, пьете капсулы фемсин. Это тоже фитоэстрогены. Вы получите все, что не хватает организму. Спасибо. У меня тоже миома, три узла. И мне как бы предложили гормонотерапию, да, но предложили заменить спиралью мерена. Насколько вообще это действенно? Я ее поставила, но вот просто насколько это действенно. Отличная спираль, которая выделяет во время того, как она стоит в полости матки, выделяет гормон прогестерон, и вы себя будете прекрасно чувствовать, и вес у вас будет отличный. То есть это вообще замечательное изобретение гинекологов. Спасибо большое. Могут ли аборты повлиять на возникновение миомы? Ну, раньше так думали, что могут. Сегодня нет единого мнения. Я тоже не считаю, что это может повлиять на, скорее всего, экология, стрессы. Наша сумасшедшая жизнь – это то, к чему приводит появление миом. Доктор Нуна, скажите, пожалуйста, в климатрический период у меня осталась миома. Как вести себя? Как правильно себя питаться правильно? Как правильно посещать врача? Все-таки мы женщины, когда заканчиваются у нас администрационные циклы, мы пытаемся не ходить к гинекологу. Это точно. Мы обрадуемся, что у нас это все позади и не ходим к врачу-гинекологу. Совершенно безграмотно. Раз в полгода надо посещать врача-гинеколога. К счастью, во время климатрического периода миома уменьшается. Она как бы увядает. У нее нет подпитки эстрогенов. Поэтому очень хорошо питаться соевыми продуктами. Есть такой продукт, который называется тофу. Он не очень распространен в странах СНГ, но вот американские женщины, они добавляют его в салат, они его жарят, они его едят. И, кстати, часто заменяют им мясо. Доктор Нона, скажите, пожалуйста, с какого возраста вы рекомендуете пользоваться фемсином при миоме? Это может быть молодой возраст или все-таки 45 и далее? Вообще фемсин разработан для климатрического периода как гормонозаместительная природная медицина. Но если есть кровотечение, показания, все зависит от уровня эстрогенов-прогестеронов в соотношении. Можно и в 40-летнем возрасте, и в 45-летнем, но лучше начиная с 52-х лет в среднем. Доктор Нона, у меня была восьминедельная миома в течение полутора лет, последних, да? У меня миома выросла до 12 недель. И вот сейчас мне порекомендовали все вырезать. Дело в том, что, в принципе, вы не проводили никакого лечения целенаправленного против миомы. Вы не пили фемсин, вы не пили рапсин, по три капсулы. И даже можно принимать все препараты, и конвенциональную терапию, и миома может расти. Все зависит от вашего эмоционального состояния. Я сколько имею опыта, все женщины, у которых были миоматозные узлы, 5 на 9 сантиметров, они уменьшались в 2-3 раза. А можно совмещать и рифсин, и рафсин вместе со спиралей, потому что действие уже заканчивается, спирали. Ее же уберут, да? Вот сейчас у меня. И дальше можно уже переходить на эти препараты, да, мне? 100%. И во время того, как стоит спираль, это как спросить, а можно мне кушать салаты из огурцов? Это природные антиоксиданты, природные компоненты. Это архибактерия, которая включит ваш организм на борьбу с недугом. Спасибо большое. Доктор Нона, у меня была пациентка, у которой была миома. Она прошла лечение препаратами компании доктор Нона. Сейчас по результатам обследования у нее все хорошо, миомы нет. Что можно ей рекомендовать и нужно ли дальше продолжать лечение этими препаратами? Если надо, то скажите, пожалуйста, какую рекомендацию можно ей дать? Я бы порекомендовала все продолжать циклами. Три месяца принимать препараты. Рапсин нормальными такими большими дозами для поддержания состояния организма. Квартет солей, фазу 3, доксин. Три месяца принимаем, три месяца перерыв. Спасибо. Финсин ей нужен? Сколько ей лет? 50. Нужен. Спасибо. Доктор Нона, а скажите, пожалуйста, миома как-то может мешать сексу или же нет? В принципе, мужчина не может определить, есть у его партнерши миома или нет. Только если она очень больших размеров, он ее ощущает как беременность. Да, было бы удивительно, если бы мужчина говорил после секса, а, милая моя, у тебя кажется миома, давай сходим вместе к врачу, да? Хорошо. Доктор Нона, я бы хотел, чтобы вы сейчас дали какие-то рекомендации нашей гости Марине, как ей жить дальше и с чем, и может быть даже с каким-то из ваших препаратов. Ну, во-первых, жить с удовольствием надо, не реагировать бурно на стрессы. Я хочу Марине подарить Финсин после программы, я расскажу, как вам его нужно принимать. Спасибо. Большое спасибо, доктор Нона, большое спасибо всем зрителям в студии, и спасибо нашей гости Марине. А также мы благодарим всех наших телезрителей, которые были на протяжении всего ток-шоу «Философия здоровья» вместе с нами. Мы желаем вам здоровья, и чтобы у нас с вами рождались только здоровые дети. Будьте здоровы! Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова